Для предотвращения незаконной переброски военных средств из Армении в Азербайджан на въезде на дорогу Лаченхан-Кенде 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы на границе с Арменией был установлен пограничный пропускной пункт. В заявлении Госпогранслужбы Азербайджана указывается, что пункт установлен после сооружения Армении в одностороннем порядке контрольно-пропускного пункта. Таким образом, обеспечивается соблюдение пограничных и таможенных правил, контролируется соблюдение иммиграционных законов, предотвращается поставка вооружений, а также обеспечивается безопасность и порядок на государственной границе. В заявлении МИД Азербайджана говорится, что Армения незаконно использовала дорогу Лаченхан-Кенде на протяжении двух с половиной лет, что противоречило трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Примерами таких неправомерных действий являются ротация личного состава армянских вооруженных сил, которые продолжают оставаться на территории Азербайджана, перевозка оружия и боеприпасов, проход террористов, а также незаконный вывоз природных ресурсов и культурных ценностей. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Армения должна принять и уважать права Азербайджана на обеспечение контроля над въездом и выездом на свою территорию. Вопреки положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения и незаконные армянские воинские части использовали дорогу в военных целях, в том числе для перевозки мин, транспортировались и разграблены природные ресурсы Азербайджана. В результате незаконного использования дороги на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, была создана армия численностью более 10 тысяч человек. Возможности этих сил постоянно увеличивались. Армении регулярно совершались диверсии. Так, 22 апреля Армения совершила очередную провокацию на дороге в направлении села Аллах-Гулулар Шушинского района с целью нагнетания обстановки. Азербайджанский военный грузовик подорвался на мине, намеренно закопанный армянскими военными в направлении движения транспорта в зоне временного дислоцирования российских миротворцев. Ранение получили водитель и старшая машина, а само транспортное средство вышло из строя и пришло в полную непригодность. На помощь раненым прибыла группа военнослужащих, один из которых также получил ранение, подорвавшись на противопехотные мине. На месте подрыва военного грузовика были обнаружены противотанковые и противопехотные мины, произведенные в 2021 году в Армении. Я знаю, что, когда и как надо делать. Азербайджанский народ верит в меня, а я, опираясь на это доверие, принимаю все необходимые меры. Уверенно управляю нашей страной во всех сферах, в том числе в области армейского строительства. Максимум, чем могли ответить в Армении на правовые действия азербайджанской стороны на границе, это рядом непонятных заявлений официальных структур и сожжением участниками факельного шествия в Ереване флагов Азербайджана и Турции. «Решительно осуждаем заранее спланированное и организованное сожжение флагов Азербайджана и Турции во время факельного шествия на площади свободы в Ереване», — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде. Правительство и премьер-министр Армении Никол Пашинян должны принять срочные меры для предотвращения подобных преступлений на почве ненависти и актов ксенофобии, — отметил Гаджизаде. К этому можно добавить обстрел в тот же день подразделениями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Минькянт Лачинского района. В ближайшее время Азербайджан переселит мирных жителей в освобожденные районы, в том числе в Лачин. Если армяне будут злоупотреблять Лачинской дорогой, жизнь мирных жителей может оказаться под угрозой. Некоторое время назад я сказал, что до конца этого года мы вернем бывших переселенцев в город Лачин. Сегодня же я с абсолютной уверенностью могу сказать, что мы добьемся этого уже в летние месяцы. То есть мы выполняем эту работу раньше намеченного срока. Если на первом этапе мы планировали построить в городе Лачин чуть более 400 домов, то по последним данным, согласно нашим последним планам, количество только частных домов составит 570. Одновременно будут готовы более 140 квартир. Таким образом, в летние месяцы нынешнего года мы разместим в городе Лачин более 700 семей. В то же время идет работа в селах Забух и Сус, где проводилась политика незаконного заселения. До конца года мы вернем бывших переселенцев в эти села. Установление погранично-пропускного пункта на дороге Лачин-Хангенди напоминает освобождение Худофярина вооруженными силами Азербайджана во время 44-дневной войны, что было стратегическим успехом с военной точки зрения. 18 октября 2020 года азербайджанские военнослужащие водрузили государственный флаг страны над Худофяринским мостом. Президенту Азербайджана, верховному главнокомандующему вооруженными силами Ильхаму Алиеву, об этой победе отрапортовал офицер государственной пограничной службы. Освобождение азербайджанской армии от армянских оккупантов мостов через реку Арас на территории Худофярина вызвало радость у многочисленных азербайджанцев, проживающих в Иране. Собравшись на берегу Араза, они ликовали, скандируя «Да здравствует Азербайджан и его бесстрашная армия». Защита своих суверенных территорий от незаконного вмешательства и обеспечения контроля в пунктах пересечения границы является неотъемлемым правом любого государства. Установление пограничной пропускного пункта не ограничивает использование дороги гражданскими лицами армянской национальности, проживающими в Карабахе. На территории Азербайджана нет места сепаратистам, реваншистам, незаконным воинским формированиям и террористам. Как сказал глава государства, армяне, которые принимают флаг и суверенитет Азербайджана, могут достаться и продолжать здесь дальше. «Карабах – это наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства. Здесь полная свобода, предлагаются все демократические основы. Этот вопрос должен найти свое решение на основе прав человека. Сегодня все наши действия показывают это. И наше намерение состоит в том, чтобы в скором времени был подписан мирный договор, был положен конец противостоянию между Азербайджаном и Арменией». Документами Праги и Сочи руководство Армении признало территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил это во время своего выступления в парламенте. «Мир на Южном Кавказе возможен только в том случае, если Армении зафиксируют. Ее территория – это 29,8 тысяч квадратных километров армянской СССР, граница которой республика получила независимость в 1991 году». Такое заявление 18 апреля сделал Никол Пашинян. Он подчеркнул, Ереван должен четко прояснить, что у него нет и никогда не будет территориальных претензий к другим странам. И эту идею следует внедрить в сознание армянского общества. «Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленности признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий сегодня и когда-либо», – сказал Пашинян. «Сейчас я хочу подтвердить, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской СССР республикой Армения. Пример считает, что залог достижения мира в регионе – нормализация с Азербайджаном и Турцией». Таким образом, остается непонятным возмущение представителей российских СМИ в ответ на заявление Никола Пашиняна. В их текстах сквозят угрозы о том, что Армения станет провинцией Турции. Ведущий Владимир Соловьев указал, что почему-то не понимает, куда Пашинян ведет Армению. Если брать во внимание заявление, что он признает границы от 1988 года условно, как он себе это представляет? Он ведет Армению, провинции Турции? Сложно предположить, о каком пути развития идет речь, так как он – премьер-министр страны, население которой всегда умело высказывает свое отношение, значит, он представляет интересы существенной части политической элиты, указал он. Выходит, российский пропагандист уверен, что Армения должна вечно враждовать с Азербайджанами и Турцией и не имеет права на нормальные отношения с соседями. В свою очередь, российский политолог Евгений Сатановский в эфире программы Владимира Соловьева указал, что Путин не может быть армянином больше, чем Пашинян. Если глава суверенного государства открыто говорит, что отказывается от любых претензий на территории, то Россия, пусть друг и сосед, тут ни при чем, сказал он. 23 апреля стала печальной датой для армянских национал-реваншистов, так как Армения полностью потеряла контроль над Карабахом. Перемещения между Арменией и Ханкенды контролируются азербайджанскими пограничниками. Сепаратисты отделены от Армении и лишены возможности для последующего незаконного вооружения. Армяне, проживающие в Карабахе, должны принять предложение администрации президента Азербайджана и начать контакты по вопросам реинтеграции. Чем раньше начнется этот процесс, тем быстрее улучшится их образ жизни.